Итог многолетнего труда Елена Киселёва опубликовала на средства губернаторского гранта. Как молодой учёный, автор стала его участником в 2012 году. Победила тогда же. А вот сама книга явилась ещё и публикацией диссертации на соискание учёной степени. Мысль книги в том, как же советская власть заявляла о себе. Людям, родившимся и выросшим во второй половине XX века, известно, какой должна была быть советская власть. Советская власть должна быть пролетарской, интернациональной, справедливой, народной. Меня заинтересовал вопрос, а как же это всё сформировалось в сознании людей. И потому книга названа у истоков создания образа власть Советов. Чтобы сделать книгу познавательной и по-настоящему интересной читателю, Елена проделала огромную работу. Во-первых, изучила и проанализировала немыслимое количество архивных источников, документов, писем, газет и даже встретилась с потомками исторических личностей. Она нашла дочь Фокина. Это уже пожилой человек, глубоко пожилой человек. Но, к сожалению, письма, которые были, документы, которые остались от матери, жены Фокина, к сожалению, они трагически, я бы сказал, погибли. Потому что ведь мы порой, Ивана не помнящая родства, очередная невестка взяла их просто на помойку вынесла. Большинство присутствующих отметили не только научную значимость и актуальность выбранной темы, но и стиль её изложения. Язык книги – личная находка автора, немало поработавшего в брянских СМИ. Правда, историки и краеведы в первую очередь обратили внимание на нечто другое. Сам тот факт, что она подняла документы в 20-х годах, говорит за многих. Потому что я выступая здесь сказала, что просто этот период был как-то последние лет 20 подзабыт. А там очень много поучительного. И то, что мы видим в тех документах, можно было бы видеть, что потом было отброшено, что потом осталось. И что самое интересное, мы сейчас живём вперёд. Мы, наверное, опять к 2017 году приближаемся к следующему. Как бы всё повторяется. История действительно разбирается по спирали. Интересным моментом презентации стали выступления студентов. Они изучили отдельные главы книги и дали на них собственные рецензии. Гости пожелали автору дальнейших свершений на выбранном поприще. Успехов в творчестве и науке. Светлана Дробкова, Евгений Седачёв. События. Брянск.